Депутаты сделали свой выбор. В городском округе Пушкинский, в который входит Красноармейск, прошли выборы главы городского округа. Для 162-х выпускников Красноармейска прозвучал последний звонок. Яркие и трогательные школьные линейки прошли в нашем городе. А теперь об этих и других новостях более подробно. Вы смотрите «Новости Красноармейска» в студии Юлия Репина. Здравствуйте! Закончены уроки. Впереди новые открытия и экзамены, подготовленные жизнью. 22 мая во всех школах Красноармейска прозвенен последний звонок. Подробности далее. Продолжение следует... 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 проводить время в группах. Если внутренние помещения мы поддерживаем сами, проводим ремонтные работы, то, если обратите внимание, фасад уже требует ремонта. Крыша также бы хотелось провести замену. И некоторые подвальные помещения, ну, также уже в гручающем состоянии, ну, а это основа основ. Многие сотрудники работают здесь более 40 лет. Самый молодой педагог, который работает в нашем коллективе 4 года. Как правило, это уже идут к нам те люди, которые действительно любят своих детей, вливаются в коллектив и уже уходить не хотят. Ну, я сама педагог, я выходец, вырастили меня в этом детском саду от воспитателя до руководителя. Считаю, что самое главное – любить детей, любить свою профессию. Детский сад «Светлячок» посещают сейчас 162 воспитанника. С ними занимаются квалифицированные педагоги. Здесь вообще трудностей никаких нет. Кнопочку нажимают они только на фотоаппарат. Все. Потенциал педагогических возможностей коллектива – это тоже немаловажный аргумент в пользу того, чтобы воспитательный процесс проходил в достойных цивилизованных условиях, а главное – безопасных. Теперь до начала ремонта остаются считанные дни. И уже осенью малыши вернутся в обновленное здание любимого детского садика. Навестил в этот день Сергей Пахомов и уже знакомый ему в Красноармейский спортивный клуб «Пересвет». Мы зашли, у вас здесь дети были, как раз занимались, тут ребята, взрослые. Просто какая-то тусовка идет. Ну и все, так разговаривались. Вот только это то, что было самое важное. Мы быстро, мы их тогда бы сделали в течение двух-трех месяцев. Они до этого ужасно были? Старые деревья. Ну вот как в соседнем здании, вот сейчас в соседнем, ну видите, окно такое не сделано. Ну ужасно, где-то зашиты фанерой, там где-то чем. Ну это было старое здание, просто ребята, было силы. А худые беты там сколько, 80-100 тысяч, эти окна, ну тоже как бы не… А так эти деньги, если они даже поесть, это лучше купить. Потратить на то, что это мог, это быстро вставить. Ну дальше потихонечку, дальше тоже помогать. С этим мы теперь, с этой проблемой мы закончили. Да, да, хороший профиль, так что замечательно. С новыми окнами, которые были установлены благодаря поддержке депутата Госдумы, в спортклубе стало светлее и просторнее. Заниматься в таких условиях теперь значительно комфортнее. Я сказала маме, мам, можно мне пойти, я очень сильно хочу туда пойти на бокс. Она сказала, на какой бокс, на кикбоксинг или на тайский бокс? Мама сказала, я хочу на тайский бокс. Вообще, по сути, я ходила на кикбоксинг. Ну там она как младшая группа, можно сказать, а когда научилась уже драться, и это тайский бокс, это уже как старшая. И я перешла сюда, на тайский бокс. Тебе нравится младше? Да, мне очень нравится. Каких успехов это делали? Я научилась драться, научилась защищать себя. Меня в четвертом классе привел на занятия отец, и мне понравилось. Нравится заниматься? Да, вполне. Каких успехов это делали? Побеждал несколько раз. Одна из первых побед была в Нижнем Новгороде. Сегодня «Пересвет» как магнит притягивает детей, подростков, да и взрослых со всего Красноармейска. Здесь даже малыши открывают для себя бойцовые виды спорта, учатся бороться и добиваться результатов. История становления спортклуба «Пересвет» – это пример того, что неравнодушные люди, объединившись, могут добиться многого. Это не только помещения, оборудованные под спортзал практически с нуля, но и спортивные достижения воспитанников. Конечно, видя такой энтузиазм, городские власти с готовностью оказывают поддержку. Группа спортсменов, так скажем, занималась в другом зале, более худшем, и она обратилась к администрации с просьбой выделить данное помещение, которое было в запущенном состоянии, для того, чтобы они могли своими силами организовать здесь спортивный клуб. Администрация пошла на встречу, выделила безвозвездное пользование данное помещение. Получается, то есть оно бесплатно, только платится за коммунальные услуги, которые здесь расходуются. Своими силами, вот, Павел как раз со своими сподвижниками, так скажем, все это привел в тот вид, который, видите, здесь было действительно все запущено. Я думаю, фотографии вам показали, да? Это заняло почти год или больше даже, да? Порядка трех лет. Порядка трех лет они все это приводили, да. То есть параллельно занимались в какой-то части, что-то делали, ремонт, и постепенно, постепенно все вот обросло тем, что видится. Местные коммерсанты, которые неравнодушны к детскому спорту, вот, оказывали содействие. Там кто-то по чуть-чуть по копеечке, там кто-то побольше, по 100 рублей, там помогали. В результате, ну, больше это все силами энтузиастов было сделано. Вот вы видите, все это выросло в то, что сюда даже не стыдно депутата Государственной Думы пригласить. И даже тронуть его за сердце, потому что это показывает, что действительно здесь живут спортсмены, люди, занимаются детишки. Если вот вы попадете на тренировку, вы видите, здесь полный зал детишек бегает. И все очень довольны, никто не пропускает тренировки, ездят на соревнования, есть цели. И это самое важное. Мы, как администрация, соответственно, решаем вопрос вытягивания детей с улицы и заводить их туда, где они могут получить себе какую-то цель в жизни, да, поставить планы, завести новых друзей и так далее. То есть мы со своей стороны, конечно, всегда оказываем клубу «Пересвет» поддержку. Вот, а клуб «Пересвет» к его, такому, скажем, заслуге, да, он выполняет все свои социальные функции, которые они изначально на себя взяли. По словам руководителя клуба Павла Ермилова, перед организаторами никогда не стояла цель в получении прибыли. Да и сейчас многие здесь работают на добровольных началах. Чем хорош боевый спорт, это, по сути, микромодель нашего жизни, да, там, особенно для мужчины. Сложности, трудности, надо терпеть, надо думать. Это, на самом деле, математика и физика боевого спорта, вот. И люди, как раз в это приходя с ранних лет, с группы малого развития, которая есть в нашем зале, они потихонечку вырастают. Мы даем полный, знаете как, ну, не то, что карт-бланш, а вот всегда помогаем нашим ученикам, у нас есть выходцы нашего зала, они профи-бойцы. Так что здесь, если ребеночек хочет, мы ему даем. Нет, мы не заставляем, да. И изюминка нашего зала в том, что мы всегда даем родителям поучаствовать. Вообще, у меня была такая идея, родилась, и у тренеров они также применяют, когда папы могут приходить с детьми заниматься. Могут вместе, могут разделить, неважно, да. Это и есть тот элемент социальной коммуникации, которого сейчас у нас не хватает. Пересвет – это, знаете, вот такой образ мягкой силы, как нам сказал один политик. Вот. Люди, которые верующие, да, они в глубине своей души, они не на показ делают, да, а терпеливо, спокойно, методично делают свое дело. Россия начинается там, где мы здесь, на местах, делаем сами хорошо свое дело. Там, неважно кто, неважно как, важно, что ты делаешь сейчас. Так же и в боксе. Вот, когда раунд начинается, понимаете, вот у вас есть две минуты, только он, только ты. Вот и все. У нас была такая задача, чтобы мы здесь организовали, вот наша борьба была, вот наша жизнь, да, наш бой, не знаю, финальный, чтобы здесь дети могли заниматься. Более того, мы получали все это дело, спорт, а раньше бесплатно, ну, даром получали, даром отдавайте, я считаю. Так что мы здесь... То есть вы работаете даром? Лично я, да. Вот, как видите, мы сейчас посмотрим, у нас есть в зале вот мягкий пол, тут все уложено, как положено, по нормам. Там у нас, грубо говоря, качалка. Там мы подкачиваемся, проходим. То есть, ну, в планах это сделать в летний период, когда мы вот сейчас на стяжку положили фанеру, фанеру сейчас мы накроем, там мы все покрасим, отремонтируем электрику, вот, подтянем потолочки, у нас все будет красиво. То есть это у нас план на летний период. То есть этим вам помогает Сергей Александрович, правильно? Ну, так точно, да. Сейчас мы закупаем пол. Спасибо вам большое. Это я его познакомлю, сзади. Пересвет практически. Ого! Стоит сказать, что депутат Госдумы Сергей Пахомов частый гость в Красноармейске. Он регулярно встречается с представителями администрации, предпринимателями, общественностью, помогает людям, которые приходят к нему на прием. Он не только знает о городских проблемах, но и находит пути их решения. На внеочередном заседании Совета депутатов прошла процедура выборов главы городского округа Пушкинский. На пост главы было выставлено три кандидатуры. Большинством голосов был избран Максим Валерьевич Красноцветов. О том, как проходило заседание, расскажем прямо сейчас. Депутаты Совета городского округа Пушкинский на внеочередном заседании рассмотрели вопрос об избрании главы нового объединенного городского округа, куда вошли Красноармейск, Ивантеевка, Пушкина. В заседании приняли участие 28 депутатов. На пост главы претендовали три кандидата. По итогам работы конкурсной комиссии 21 мая 2021 года, принято решение считать прошедшими конкурсный отбор следующих кандидатов. Гошбу Юрия Викторовича, Штана Михаила Александровича, Красноцветова, Максима Валерьевича. У вышеуказанных кандидатов не выявлено ограничений пассивного избирательного права. Голосование было открытым по каждому кандидату. Большинством голосов был избран Максим Красноцветов. 26 человек поддержали его кандидатуру. Один против, один воздержался. Максим Красноцветов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Я об этом говорил и хочу сказать еще раз, только совместно, сплотившись, мы сможем решить стоящие перед нами задачи. Спасибо большое за доверие. В этот же день депутаты утвердили процедуру инаугурации главы городского округа. Она должна состояться 27 мая. Вот уже 9 лет в Подмосковье проходит акция «Лес Победы». Жители Красноармейска тоже традиционно принимают участие в этой эколого-патриотической акции, где в этом году высадили саженцы. Расскажем далее. Жители Красноармейска поддержали эколого-патриотическую акцию «Лес Победы», которая уже 9 лет подряд проходит по всей Московской области. По инициативе губернатора региона Андрея Воробьева, каждую весну жители осленят города и леса в память о тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны. Мы облагораживаем территорию города. В этом году выбрали территорию нового микрорайона, где построены новые дома Морозова. Здесь все у них прекрасно, прекрасная губернаторская площадка, только вот был пустырь. Сейчас, надеюсь, те деревья, которые мы посадили совместными усилиями, совместно с жителями, приживутся и будут радовать и детишек, и жителей своим зеленым цветом и тенью в жаркую летнюю погоду. В этом году для посадки были выбраны саженцы рябины, липы и клёна. К акции присоединились школьники, активисты, сотрудники различных городских учреждений. На мероприятии и настроения создавал ансамбль народного творчества «Талис» городского дворца культуры имени Страгалина. А после посадки саженцев всех угостили горячим чаем и вкусной выпечкой. Так Красноармейск внес свой вклад в масштабную акцию, которая проходит по всей Московской области. Несмотря на такую погоду, сегодня плюс 13, немножко прохладно, несмотря на такую погоду, мы можем посмотреть, сколько пришло у нас народу, которые с прекрасным настроением, с музыкой, с песнями приняли участие в этой акции. И это, конечно, очень-очень радует. Я пришел на эту акцию, потому что я хочу внести свой вклад в решение экологической проблемы. И я бы очень хотел, чтобы мои дети, живя в нашем родном городе, дышали свежим воздухом, чистым. Те, кто уже неоднократно сажал деревья, знают, что саженец может не прижиться. Поэтому можно прийти и полить деревца или подвязать неокрепшие стволы. В этом году 280 девятиклассников Красноармейска сдают два ОГЭ по русскому и по математике, а также одну контрольную работу по выбранному предмету. О нововведениях нашему телеканалу рассказала начальник отдела образования Лариса Лазарева. В этом году по рекомендациям Роспотребнадзора ученики девятых классов сдают два обязательных государственных экзамена по русскому языку и математике и одну контрольную работу по предмету на выбор. Даты проведения единые для всей страны с 18 по 21 мая. По документам, которые регламентируют проведение контрольных работ, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право отказаться. В этом году в Красноармейске из 285 девятиклассников 280 заблаговременно подали заявление на участие в контрольной работе. Каждый ученик выбирает какой-то один предмет, который бы он хотел сдать, и вот он пишет вот такую итоговую контрольную работу. Но работа эта, она также составлена по типу контрольно-измерительных материалов, которые обычно дают на итоговые аттестации. Получаем мы эти контрольные работы из регионального центра нашего, из РИЦОИ, и получаем мы их доступ, мы к ним имеем только за час до начала контрольной работы, и проверяем мы работу, часть работы, развернутые ответы проверяем в городе, нашей экзаменационной комиссии экспертной, а тестовую часть проверяет область. И то есть итоговую сводную оценку мы получим из РИЦОИ Московской области, ну где-то в течение 10 дней они должны проверить окончательно все работы. Куда идет эта оценка? Эта работа не идет в аттестат. Эта работа, как нам рекомендовало Министерство образования, оценка за нее может быть выставлена ребенку в дневник, и учтена при выставлении четвертной и итоговой оценки. Но эта работа по решению школы может быть учтена при поступлении в профильный класс. Контрольные работы пишут в своей школе или ученики идут в другую школу? Да, хороший вопрос. У нас и контрольные работы, и экзамены на государственные итоговые аттестации девятиклассники пишут в этом году на базе своих школ, там, где они и обучались. Из девяти предложенных на выбор предметов наиболее популярным остается общество знания и английский язык. Историю в этом году не выбрал ни один ученик. По времени написания самая долгая контрольная работа почти 4 часа, и самая короткая по иностранному языку. На нее отведено 2 часа. Сейчас проходит контрольная работа по физике. В аудитории номер 7 зарегистрирован один ученик. В 9.50 была зачитана инструкция, сначала предварительная, затем они оформляли бланк, то есть ответов, да, и приступили потом к работе, ну, спустя какое-то время, там инструкция вторая была в 10 часов. Вот сейчас он пишет, то есть он имеет право выйти из аудитории, в туалет пройти, попить воду или вот что он с собой там принес на некоторое время, и обратно заходить в аудиторию. Организации и требования к проведению контрольной работы приближены к организации ОГЭ. Перед началом мероприятия наблюдатели провели осмотр помещения. Во время мероприятия у аудитории находятся два организатора. Они проводят инструктаж, наблюдают за соблюдением учеником регламентированного порядка и тишины. Видеозапись контрольной работы хранится на протяжении двух лет. Пожелаем нашим девятиклассникам хороших результатов. Подарок от предпринимателя. Генеральный директор ООО «Велес» Алексей Зуйков проявил инициативу и подарил новый телевизор девушке-сироте. Об этом далее. Совсем недавно Юлия Усанова получила ключи от квартиры в рамках государственной программы по предоставлению жилья детям-сиротам. Бабушка, которая все эти годы опекала внучку-сироту, сейчас помогает девушке обустраивать новую квартиру. Предстоит много трат. К счастью, в нашем городе есть неравнодушные люди, готовые оказывать безвозмездную помощь. В подарок от предпринимателя Алексея Зуйкова Юля получила новый телевизор. Было принято решение подарить тебе телевизор, для того, чтобы тебя телевизор спрашивал о твою не такую легкую жизнь. Поэтому, ну, я думаю, что вы скажете, да, наверное, еще? Что сказать? Пользуйтесь, смотрите, живите, радуйтесь жизни. Вот администрация... Да, мы как бы только помогли соединить вас, потому что вот теперь ты сможешь спокойно... Как вы и желаете, чтобы ты смогла завести свою семью, благоустроиться, жить здесь, смотреть про телевизор. Как хорошо, что в городе есть неравнодушные люди, которые могут как бы взять и просто подарить человеку в начале жизни сложную жизнь на пути. Поэтому еще разочек успехов и вам большое спасибо. Генеральному директору Велес Алексею Зуйкову, глава Красноармейска Александр Федоров, вручил благодарственное письмо. А по словам Алексея, он увидел репортаж о вручении ключей от квартиры детям-сиротам и тоже захотел помочь. Что нужно помочь, чем нужно помочь. Как бы вот у нас свой приют для безнадзорных животных. Как бы нам тоже люди помогают. И мы с удовольствием тоже оказываем посильную благотворительную помощь. Мало того, что животным, мы хотим тоже участвовать в формировании правильной среды, скажем так. Для Юли новый телевизор стал приятным сюрпризом. Она призналась, что не ожидала такого подарка. Мне неожиданно позвонили на телефон и сказали, что вот хотим тебе подарить телевизор. Как она с вами выделилась? Прибежала ко мне. Я была в комнате, это как ее, в другой. Она прибежала довольной, радостной. Бабушка мне говорит, телевизор подарит завтра в 16 часов. Прямо цветет и пахнет. Очень довольная, конечно. Но мы тоже рассчитывали, что потихоньку все ей купим. Но это, конечно, большая помощь для нее. И вот мы все-таки здесь благоустраиваем ей, чтобы ей поудобнее было. Потому что мне тоже за 70 я уже, как говорится, не могу все это. Но сейчас хочу, пока жива, все для нее. Сейчас Юля заканчивает 11 класс, хочет продолжить учиться в колледже, надеется освоить профессию фотографа. И очень рада, что копить деньги на новый телевизор ей теперь не нужно. Снижаем скорость, сохраняем жизнь. Под таким девизом в Пушкинском городском округе проходит неделя безопасности дорожного движения. На прошлой неделе сотрудники 3-го батальона 1-го полка ДПС провели масштабное инспектирование дорожного движения на Красноармейском шоссе. Мероприятие проходило в рамках нескольких акций, которые сейчас действуют на территории Московской области. Инспекторы проверяли, как соблюдают правила дорожного движения несовершеннолетние, использующие мототранспортные средства. Обращали внимание на соблюдение скоростного режима в рамках 6-й глобальной акции «Сбавь скорость». Еще одной важной задачей в этот день для инспекторов ДПС было донести до водителей информацию о правилах дорожного движения для несовершеннолетних в рамках акции «Внимание, дети!». Большая часть обращаем внимание на перевозку детей и правила перехода проезжей части. Проводим с ними беседу, раздаем листовки, также дарим детям светоотражающие элементы. Профилактические мероприятия «Внимание, дети!» начались 17 мая и продлятся до 30 июня. Водителям важно помнить, что при перевозке детей необходимо использовать специальные удерживающие устройства, детские кресла, ремни безопасности и другие системы в зависимости от возраста ребенка. В преддверии школьных каникул также необходимо напомнить детям о правилах перехода проезжей части. Под открытым небом проходит поэтический марафон Московской области «Навигатор». Произведение собственного сочинения на различные темы читали жители Красноармейска. Об этом далее. В преддверии Дня славянской письменности и культуры в городской библиотеке проходит региональный поэтический марафон «Навигатор». Его цель – представить литературный мир Подмосковья и познакомить жителей с поэтами-земляками. Формат встречи предполагает открытый микрофон. Во дворе библиотеки собрались поэты разных поколений. У каждого века свои вехи, поэтому и содержание произведений разнообразно. Юные участники декламируют стихотворения любимых авторов. Вечер открывает поэтесса Ольга Бахурина. Она не только читает духовные стихи из своего первого сборника, но и кладет их на музыку. Стихи звучат не только на русском, но и на узбекском языке. Любовная лирика в исполнении автора, библиотекаря Хулькар Ариповой понятна зрителям без перевода, хотя он тоже есть. Поэтические строчки мастеров серебряного возраста посвящены красоте русской природы, Великой Отечественной войне, Юрию Гагарину и даже на злобу дня зарисовка на тему прививок от новой коронавирусной инфекции. Весна уж в разгаре, а мы как в кошмаре, в бандемии ковида, в ужасном ударе. Пока нам вакцину готовят умело, выходим под маской, как требует дело. Вторую волну пережили мы, смею, и третья волна прибудет позднее. Кого в этот раз прихватит, зараза? О, Боже, спаси нас от вражьего глаза! Россия нам дарит свое достояние! Привьемся вакциной в местах прививания! Стихотворение – это маленькое послание миру от автора. Способ красиво и органично рассказать о том, что у него на душе. Музыкант Евгений Мантуров дарит стихотворением нашего земляка Геннадия Бесова вторую песенную жизнь. Музыкант Евгений Мантуров – это очень хорошо подготовлено мероприятие. Приветствуется всем народом, всеми, кто пришел, все радовались. И благодарим коллектив библиотеки Ольгу Васильевну Любимову, Оксану Владимировну Карабановску и всех остальных. Благодарим за подготовку, за такое отношение. Вот, несмотря на такое наше время, с пандемией связанное, все-таки нас собрали на свежем воздухе, все цветение, природа, радуемся. Как молодежь сегодня читала стихотворение, на ваш взгляд? Ну, подрастающее поколение говорит свое тоже, мнение у них есть свое, свои мысли они выражают, то, что присуще нашему времени. Какое впечатление о мероприятии? Впечатление хорошее. Собрались участники всех возрастов. Ну, приятно, конечно, было видеть столько людей старшего поколения, и как-то даже вот переносишься в ту эпоху. Атмосфера просто потрясающая. Поэтому впечатление самое положительное, и, ну, интересное, прям, так сказать. Мне понравилось. И тебе понравилось? Да, мне тоже понравилось, как он играл. Тем более в конце он еще не подбегнул, вот так вот, и только смотрел на меня. Вот так вот. Для тебя лично сегодня выступали. Вот так. Вот ты сегодня исполняла свои стихотворения, у тебя в этом году вышел сборник. Может быть, расскажешь? Да, сборник вышел около месяца назад, и готовился он около года. Туда вошла только духовная поэзия по причине того, что сборник выпускался под эгидой Александра Невского храма. Поэтому я хочу поблагодарить нашего настоятеля Артемия Балакина. Батюшка изыскал средства, изъявил желание издать его, и в том числе Арновской Анне благодарность хочу огромную выразить. В финале мероприятия организаторы выдают всем участникам поэтического марафона открытки и домашнее задание написать на них свои любимые стихотворения и принести их в библиотеку. В импровизированное путешествие по странам мира отправились дети из социальной сферы. Отправной точкой путешествия послужил городской дворец культуры. Досуговые мероприятия в социальной сфере для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для Красноармейска скорее хорошая традиция, а не исключение из правил. Ничто так не способствует творческому развитию, зарождению коммуникабельности и эмоциональной разрядки, как хорошая познавательная игра в обществе сверстников. Около 30 ребят вместе с ведущей Екатериной Афанасьевой отправились в виртуальные путешествия по странам мира. Чтобы познакомиться с достопримечательностями Парижа, Китая, Японии и Англии, узнать, чем любят заниматься жители этих стран и поиграть в национальные игры, ребятам пришлось подключить воображение. Сегодня нас пригласило в гости, приняли в гости наши друзья, домишние, городской дворец культуры, с которым мы дружим и регулярно приходим в гости на различного рода мероприятия. Вот сегодня, во Всемирный день музеев, вот такое у нас сложное мероприятие, приуроченное в рамках празднования Дня семьи, значит, дети наши участвуют в познавательном путешествии по странам и континентам. По возвращению на родину путешественники завели хоровод «Дружба народов» под зажигательную песню «Калинка». Всех участников мероприятия ждали сладкие призы от Российского фонда мира. Давайте вспомним, как это было. В День пионерии наш телеканал поговорил с жителями города о их детстве и юности. День пионерии у нас уже как праздник не существует, но для очень многих людей это прям любимый праздник детства, юности. Давайте вспомним, что для вас пионерия сейчас? Ну, вы знаете, конечно, это детство, потому что в школе пионер — это обязательная часть школьной жизни. Я была активной пионеркой и в член совет дружины входила, и вот это галстук постирать, утром погладить обязательно, чтобы красивый узел был, мероприятия, там стен газеты, собирались с советом дружины. Ну, все это, все это в память. Что для меня пионерия? Пионерия — это, конечно, детство, пионерия — это интересно, пионерия — это, ну, я не знаю, как сейчас принято говорить, досуг, общение, это друзья, это интересные дела. Это вот сейчас, это приятные воспоминания. Пионерская организация. Дети учились дружить, дети учились совместно работать, дети учились труду, чего сейчас почти в школах нет. Дети учились заботиться о старших, о младших. Помните правила пионеров? Ой, пионер всем ребятам, пример. Помогать в беде, помогать старшим, не обманывать, не это, любить свою родину, хорошо учиться, трудиться бережно. Ну, все те, свод правил для нравственного человека, которые вообще-то каждого ребенку учат. А сложно было им следовать? Все-таки дети — это дети. Нет, вы знаете как, для меня не сложно, я вообще такая положительная девочка была. Ну, я не в том плане, что вот прям совсем вот прям, как сказали, так и делаю, но вообще у меня была совесть, мне было стыдно, если вот меня будут ругать, или я кого-то подведу, и поэтому, ну, мне казалось, что это правильно, что если вот классу, отряду поручили, это надо сделать хорошо, что пионер всем ребятам пример, ну, значит, ты примером и должен быть. Самое главное воспоминание — это когда нас принимали в пионеры. Вот самое первое воспоминание, когда мы только встали на линейку, произнесли клятву, и когда нам сказали, юные пионеры, будьте готовы, мы сказали, всегда готовы, прогремел, сверкнула огромная молния, и прогремел гром. Это было такое, как будто салют произошел на Красной площади. И это всегда вот запомнилось на всю жизнь. Ваш отряд носил имя кого-то? Мы в третьей школе, там была пионерская дружина имени Саши Лысикова, который вот утонул, спасая ребенка. И у нас были линейки, посвященные ему, и, в общем-то, мы гордились, что у нас, мы носили его имя. Вот, и день памяти был. Когда-то, когда случилось несчастье в семье Владимира Додончикова, когда он погиб, и мы боролись за имя, чтобы наш отряд носил его имя. Собирали материал, приходили в гости к матери Владимира Додончикова, оформляли очень красивый альбом. Это все происходило в школе, в общности, вот, одноклассников, вот, друзей, да, то есть мы были увлечены этой идеей. Все было, и сбор макулатуры, и посадка деревьев. Кстати, вот все уже большие деревья, кроме сосен, около первой школы, четвертой школы сажали мы. Экологи заявили, что лес начинает гибнуть, и его надо укреплять. И вот сейчас я хожу, смотрю на эти деревья, и вспоминаю. Особенно, где вижу деревья, прям куском 5-6 деревьев из одного яма. Это, значит, вспоминаю. Значит, кому лень было работать, сразу пучок саженцев в результате. Удивительно, все деревья принялись. И очень ярко, конечно, это борьба с шелкопрядом. Знаете, даже вспоминается случай, мы с подругой моей, я не помню, какой это класс, ну, наверное, небольшой, может быть, пятый, вот так вот где-то, решили сделать доброе дело зимой, вот как пионерки, вот как тимуровцы. Мы говорим, посыпем дорожки песком, а то скользко, и сделаем это обязательно поздно, вечером, чтобы темно, чтобы нас никто не видел, чтобы утром люди пошли и сказали, как хорошо дорожки посыпаны. Вот такие мы были удивительные. Это пионерки, да. Так ответственно и памятно, когда отбирали лучших пионеров, да, для почетного караула на нашей площади Победы, да, у памятника погибшим воинам. Для, то есть это было как бы ответственно, мы к этому стремились. Вспоминается тоже, как вот, как лучших пионеров у нас была поездка в Петрищево, значит, на место гибели Зои Космодемьянской. С удовольствием участвовали во всех мероприятиях, агитбригады, то есть я любила читать стихи, петь песни. Мы ходили в библиотеку, ко всем мероприятиям искали материал про пионеров-героев во Великой Отечественной войне, готовили стенгазеты, у нас часто мы выступали смотр-конкурс песни, строевой песни. Из фильмов мы видим, как пионеры, там, товарищеский разбор полетов, двоечнику устраивали. Да, я и говорила, да. Это такое вот бывало, да? Обязательно поручали тем, кто хорошо учился, поручали какого-нибудь разгильдяя, двоечника или что-то, и вот те ребята над ним шествовали. Вы знаете, у нас не было такого, я не помню, чтобы вот мы кого-то сильно разбирали, мыли кости, призывали к совести, не знаю. У меня был замечательный классный руководитель в третьей школе, Галина Ивановна Тимофеева, к сожалению, ее уже нет с нами, но, вы знаете, как-то все было гармонично, и не надо было никого вот сильно строить, воспитывать. Если она говорила, стыдно, то всем стыдно было. И, не знаю, мне кажется, у нас был замечательный класс, и все были, даже хулиганы, все замечательные. У вас было шефство над кем? У меня не было шефства, но как-то по жизни мы были рядом с ребятами, которые, ну, либо плохо учились, либо вели себя не очень хорошо. Мы всегда были подопечные, особенно по математике. Математика мне сдавалась трудом, легко, и вот у меня была подружка, которая на плохо, и после школы мы всегда с ней шли домой и делали уроки у меня по математике. Я сама, когда была пионерской, вытаскивала, у меня мальчишка был, я подшефный, и заставляла его учить, и все, и учиться, и все. Ну, и отчитывались, что мы вот так же, а если двойки у него, значит, и тебе доставалось. Я всех поздравляю с праздником, чудесная история нашей страны, наверное, очень правильная, потому что сейчас говорят о том, что все-таки надо возрождать общественные детские движения. Это была отработанная годами система воспитания, была прям целиком программа по возрастам, о чем рассказывает, как эта система патриотического, военно-патриотического, трудового, нравственного, эстетического, это целиком была отработанная система. И то, что мы ее потеряли, это очень и очень жаль. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, заходите на сайт tv.krasna.ru, скачивайте мобильное приложение Красно.Лайв, и вы всегда будете в курсе городской жизни. Игорь Негода.